Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Байина. Мы дошли до айта Поистине те, которые не уверовали из числа людей Писаний и многобожников, будут в огне гены, вечно пребывающими в нем. Они и есть худшие творения. Усилительная частица, которая ставит свой Исм, свое имя в состояние Наспа, а также свой Хабар в состояние Рафа . Мабнив Аля Фатхин с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Аль-Лизин от Исм Маусуллин относительное местомение Мабнив Аля Фатхин с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Фим махаллин наспин на месте паджа на спинитину паджа. Исму Инна имя частицы Инна. Кафар Ва. Кафара от фи'лин ма'дин глагол прощающего времени. Мабнив Аля Домин с неизменяемым окончанием с Дома на конце. Почему Литтесалих Бивави Домире? Так как он присоединен к местомению множественного числа мужского рода Вау. Вау Ава это Домир Нуттесулин слитное местомение Мабнив Аля Сакунин с неизменяемым окончанием с Сакуном на конце. В махалли Рафа на месте паджа Рафа именитину паджа. Фа'илю 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 Действующее лицо глагол Кафара. Вау Алиф Алиф Литтафрика Алиф здесь Алиф Различание. Вау Аль Фа'илю Маа Фа'илю Глагол Кафара вместе со своим фа'илем действующим лицом все это Джумлятун Фа'илитун глагольное предложение. Салят Аль Маусули предаточное предложение. Предаточное предложение. Предаточное для относительного миссимеяния Аль Дзин. Поэтому Ла Махалля Хамин Аль Ирраби не имеет места в падже. Мин Ахли Мин ад Харфу Джарин предлог родительного падежа. Мабнив Аля Сакунин с неизменяемым окончанием с Сакуном на конце. Ахли Маджрурум Бимин. Это имя поставлено харфом Мин в состояние джар. Родительный падеж. Вау Аля Мату Джарли. Признак состояние джар в этом имени. Аль Касрату Захрату Аля Ахилих. Явана Касра на его конце. Вау Аль Джару Вал Маджруру. Харфа Джар Мин. И поставлено им в состояние джар имя Ахли. Мутаалликаны бих Махадзуфин Халин. Состоят в смысловой связке со скрытым удаленным айном. Фактором, являющимся Хал. Хал мин львау фи Кафра. То есть обстоятельственным образом действия от местомения множественного числа морского рода в глаголе Кафру. То есть Ка-Инин Мин Ахли Ль Китаби. В Ахли это у нас Мудааф является Мудаафом. Первым членом изофятного сочетания. Вау Аль Китаба. Китаб это Мудааф или второй член, или вторая часть изофятного сочетания, изофятной конструкции, или же изофятной связки. Маджрурум Бель Мудааф. Поставлен Мудаафом первую часть изофятной связки в состояние джар. Родительный падеж. У Аля Мату Джарли. Признак падежа джар в этом имени. Аль Касрату Захирату Аля Ахилих. Явана Касра на его конце. Вау Аль Мушрикина. Аль Вау Аль Харфу Атвина. Союз. Мобни Аля Фаттин с неизменяемым окончанием с Фаттхи на конце. Аль Мушрикина это имя Маа Туфан Аля Ахли. Соединено Союзом Вау со словом с именем Ахли. Вау Аль Ма Туфа Аля Маджрурум Мислю. А имя соединенное с поставленным родительным падежем в состояние джар именем, тоже будет в состояние джар так же как и он. Вау Аля Мату Джарли. Признак падежа джар в этом имени. Аль Я Ун Ябатан Аан Аль Касрати. Харф Я в качестве замены Касрия Филисмиль Муфрди. Касрия, которая имелась в имени единственного числа Аль Мушриким. Вау Анун Анун на конце это у нас Иудан Аан Аттануин Филисмиль Муфрди. Как говорят, является замещением Тануина на конце имени единственного числа, то есть Мушриким. Так как это у нас Аль Мушриким, это у нас Джаму Музак Карин Сайлиман, целая форма множественного числа мужского рода. Дальше. Фи Нари. Джаханнам. Фи это харфу Джарм. Предлогу Радитину Падежа. Мабния аля сакуунин. Снизминямом кончаним сакууном на конце. Нари. Можрурум би фи имя поставлен харфом Фи в состояние Джарм. Вау Аля Мату Джарли. Признак состояние Джарв. Вау Аля Мату Джарли. Признак состояние Джарв. Радитину Падежа имянари мута Али Лукун bi Machows five состоит или Muta'аллиm spouse four состоит в смысловой связке со скрытым одоленым амином фактором фи махалли 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 мовắm colleagues То есть финаль от хабры частицы Инна или хаборы Инна со скрытым амином фактором являющимся. То есть или мы скажем мута Али Лукун би хабары Инна состоит в методевом смысла связки со скрытым амином фактором являющимся хабры между То есть, ка ину нафи нари джаханнам, например. Ва инна маа смеха в хабрах частиц инна вместе со своими исмами и хабаром все это джумлету не смеют, именное предложение. Истина фиятун, возобновленное, новое предложение, то есть, иптеда юятун. Ла махаллах мина ла ирраби не имеет места в падеже. Дальше. Ва нари это мудаф, и нари является первой частью из-за фиэтной связки. В джаханнам это мудаф, ну или вторая часть из-за фиэтной связки. Ва аламуту джари, признак падежа джар в этом имени. Так как это имя, дословно говоря, лишённое тануина, то есть, не имеющее на конце тануина. А почему? По двум причинам. Первая это аламуту, то есть, это имя, собственно, вот Танис и женский род. То есть, то, что это название, это имя ада. А вторая причина, это женский род. Валлаху алам.